Боже, милости, будь не грешен. Создавая Господи, помилуй меня. Ищи славы не греши, Господи, прости меня, грешен. Помилуй, благослови, и горитвы, и освяти слов, истинно молитвы. Аминь. Я кое-что немножко скажу. Даже можете присесть. Сядьте, Господи. Вот сейчас я грешу, пришли к картошке в резиновых сапогах. Почему? Я сколько говорю? Как сырость легко ушла, и сапоги уберите. До двух часов солнышко жарит в резиновых сапогах. Это вредно. Мы этого не знали, нам подсказали. Но подсказали, значит, проверить надо действительно так. Так. Так, почему до обеда были в резиновых сапогах дети? Я не уследила. Не засмотрела. Да следить-то нечего. Зачем следить, когда выходят, явно видно уже не по России. Мы же выходим-то поздно. Проведу беседу. Так, почему мальчики были в резиновых сапогах? Потому что руководитель сам был в резиновых сапогах. Я не наблюдал, я не знаю. А надо знать. Вот сейчас я грешу, пришли мальчики, просятся купаться. Давайте. И они идут, не на них убегут. Не на пруд куда-то, а побежали в дом. Зачем? Безгатера забыли? Как песня песней говорит. Если будут схвататься. А сестра моя молодая, как что? Меня берите замуж-то. У меня груди, как башни. Песню песней читали в Библии? Она хвалится, невеста, у них груди, как башни. Она еще подчеркивает это, как Евгения Кушенко это описывает. Это речь идет о двух заветах. Новый завет, переполненное знание. Они побежали. Зачем побежали? Я хочу услышать. Руководитель. Переодеться. Да какой переодеться? Пришли бы переоделись. Времени совсем нет. Лавки взять. Дядя Тихонович, можно я скажу? А подожди, сначала там я разберусь. Зачем они пошли? Это я пошел, мы всегда ходим со мной, я их вожу. Для купания ничего не надо. Прибежал, на ходу рубашку скинул, но опупнулся, проплыл, нырнул и все. Нет, я беру, Игнатий Тихонович, я беру сменное всегда. Игнатий Тихонович. Вы знаете, меня побудили сразу же пойти туда. Я занялся в Библии. Так вот слово «скоро» в Библии встречается. Благодаря поисковику нашел 258 раз. Слушайте внимательно. Вы не запомните, но примерно. А медленно, при том медленно иногда в положительном смысле. И помедлил, ной, и выпустил. А чтобы медленно одобрялось, это совсем мало. 76 раз. 258, 76. Сколько раз? 76 на сколько надо умножить? Примерно, хотя бы. 3 примерно. Почти 4 раза. В этом что-то есть, а что я не знаю. А что это что-то есть. Это действительно, то есть Бог нас предупреждает. Вопросов в Библии много больше, чем в восписательных знаках. Это тоже говорит, что у человека многое неизвестно. Вы меня задели за это дело. Я сразу завижу, ушли. Никого нет. А уже второй час идет. Я говорю, девчонки, быстренько. Собирайтесь, идите, пока копаются там эти мужчины-то наши. А вы быстренько искупаетесь, потому что вам времени надо больше. И вы думаете, они сразу пошли? Нет, а кто? Ну, женщины. Кто-то один должен идти. Они заняты. И действительно, они заняты. Но когда дети просят покупаться, что значит заняты? Когда и времени-то нет, уже обед рядом. А им охота искупаться. Мальчику до времени требуется меньше. Я помню, маленький был, лет 5. И моя мама разговаривала с какой-то женщиной. А у нас как были ребята, ребята, одна девчонка-то. А потом пошли одни девчонки. Вот так уже Бог сделал. Значит, а у мальчишки? И та женщина говорит, Марья, а тебе хорошо, что у тебя парни растут. А у меня девчонки растут. Столько надо на одежду. Мне лет 5 было. Я ничего не пойму, как тело закрыть. Какая разница, девчонки или мальчишки-то где-то. А они что-то имели. Я помню, я так всегда хлопнул. Значит, мы мальчишки, нам здорово. И нам надо меньше одежды. А еще меньше ничего не понял. Я заскакал и побежал. Купаться и все проще. Ну, лет 5, вот, меньше тимошки. Она действительно так. Она когда начнет развешивать все после стирки, она забыла, где живет. У нее голова кругом идет. Теперь надо идти. Что у нее? Волосы. Лежу, она замоталась, подскочила. Тащит с собой не то просто, не то полотенце. Зачем? Я их еще не беру. Она меня не слышит даже. Кто это был? Ты была. Если я сказал, не надо, почему ты не остановилась? Она в это время такая шарелая уже делается. Она не помнит, что она закружила. И она где-то... И она хватает это, а там толстая такая, я не понял. Она же на портянке не годится. Выскакивает, я за ней. Да ладно, молитва задержала ее тут. Я говорю, ну, кодай сюда. А у меня там внутри еще что-то завернут. Уж не младенец какой, нет. Никого нет. Я потрес, там что-то выпало у нее. Зачем потащила? У меня волосы мокрые. Ну, раз купаться, значит, мокрые, не ныряй тогда. А надо просушить. Зачем? Когда жара такая, когда специально смачивают все. То есть из этого сделали какой-то ритуал, притом не умный. Ничего этого не брать. Я высчитал такое, что у римлян было, заворачивали детей в мокрые простыни в воде. Мокрые. Это не надо. Он настаивал, указания давал. Ну, ворованные деньги. Он сидел и руководил там, где в Грузии. Там охраняют шесть казаков, когда кассу везут. Он дает указание, кому ее звать. Ограбить. Где, как это ваше дело? И они ограбят. Шесть казаков убьют. Деньги возьмут. А деньги-то повещены. Я попутно говорю. Какие? Ассигнации-то большие-то. И во все страны по телефону сразу позвонили. Где будут это задержать? А он сидит в это время. И в это время он выжидает, где обмен. Он говорит, менять будем через две недели только. Дал сигнал. Я к примеру говорю, теперь в Стокгольме, в Берлине, в Париже, в Мадриде одновременно, а телефон-то уже был, начали менять. Их по одному все теперь арестовывают. И он забегал с одной гостиницей в другую везде. И где-то какой-то рыбой нажрался и чуть не помер. Не мог же помереть, поразить. Скольких бед был русский народ избег. И что? Я когда это считал, думаю, вот это да, вот это герой. Кучерявенький мальчик сидит. Какой злодей? Подбил, убил, остались сироты, людей лишил жизни. А теперь деньги меняют они, крупная ассигнация. Их разменять надо на франки, на доллары. И ему туда несут. А, ну, Сталин-то не такой. Он сам грабил. Жизнь подвергал опасности. Он бандит настоящий. Из-за этого его брали. А тот чистенький сидел. А зачем я это вам говорю? Надо знать историю, чтобы понимать, за кем идти. Господь нам сделал выбор. Дал выбор. И говорит, я предложил тебе левое и правое. Добро и зло. Огонь и воду. Жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Но добавляет, зачем вам умирать? Изберите добро. Кого вы будете слушать? Это сегодня вы такие молодцы. Дальше мозги вам закрутят какой-нибудь кучерявый. Со скрытыми копытами. И все. Наших девок и нету. А ты только глянула на него, чтобы он испепелился перед тобой. Пошел отсюда вон. А то сейчас как поленом по башке на тебя Адам взмякнет. Вот и все. Вот это я сегодня выписал. Вы медленно все делаете. Очень медленно. И поэтому многое будете пропускать. Повторяю. Когда мы ехали в миссионерской поездке, то деньги там дают. Видимо больше дают. А потом сколько налили. Он опять второй раз идет сдача теперь. Ну налили-то не столько, а он дает, допустим. Столько-то. Ну что мы не уехали-то. И мы видим, как только дверь отворяется там, машина наша трогается. Он садится на ходу. Мы остановили не минуты, а секунды. Это нам помогало. Иногда мы успевали переехать, а после этого идут большие составы через дороже полотно. Это линия. Вот как. Значит, мальчики опоздали, а кто опоздал, тот не успел. Мы не купались. И так будет всегда. Я буду на стороне девчонок. Потому что они рядом здесь, а вы далеко. Я их распонужал тут. Там вот сидит. Ой, там что-то она там делает такое-то. Бросит все немедленно. Немедленно бегом в эту сторону три поклона, чтобы духа не было. А эти когда вышли, я говорю, опоздали, друзья. Все, ничего нет. Все. Я хочу, чтобы вы были быстрые и все делали хорошо. У нас на воскресенье сейчас я так вот маракую. Я не расслышал. Батюшка уезжает-то не утром. А я рассчитал, он утром уезжает. Служба короткая. А мы пойдем, пойдем, когда в церковь. На столе, чтобы тарелки уже стояли прикрыто. Кошку дала. Мы только пришли, сели мгновенно. Машина перед двором. Мы сразу садимся и поехали. Нам надо успеть к часу сюда. И мы должны там побыть. На пасеке. Это экскурсия такая будет. А сейчас мне говорят, батюшка-то остается здесь. Служба длиннее будет. Полтора часа, а не сорок пять минут. Ну, поэтому надо договориться, чтобы машины сразу подали. Две машины Алеша и наша Газель. Нам Газель-то тут мы распределим, кого. Володя будет сидеть, заранее приготовить. Надо дорогу одну хотя бы заснять до урывки. Отсюда как садиться и прямо до дома их увидеть где-то. Мне это вот так вот. Я к батюшке поехал. Поехал к Алеше. Поехал к Андрею договориться. А с кого вперед спросить? Там договорюсь, а здесь не поедут. Нет, я решил сюда сначала двое. Теперь, батюшке, по телефону не разговаривай. Не добьешься. Там где-то в низинке стоит. Надо только сационар накручивать. Батюшка все дела оставил. Мне тебя, батюшка, нужно одно только дело. Одно. Одно и срочно. Какое? А он там полит грядку сидит. Траву рвёт. Лук выращивает. Ну и пошли. Там и гости приехали. Брат Марка, Вася приехала с женой, с ребёнком, с Серафимой Гавриловной. Никогда не показывает жену. Ни разу не видал даже. В прошлый раз был он, наверное, таится, то ли не уверен. И когда он в городу поначалку, я говорю, наверное, какая-то появилась. Нет, нет, нет. Мама, ещё нет, нет. Она уже рядом. Уже осеменился. Забота. Простое дело совершить. А Путину надо во всей стране, где чтобы сошлось. Это поезда, машины. Вот сейчас пишут в Патистане. Ну всё сделали они. Помолились Аллаху. Юноша сосватался по благословению родителей по-своему. По-мусульманскому. Стоят они, едут, наверное, к невесте или где-то. И в это время с разгону, с трассы сворачивает грузовик и бьёт свадьбу эту. Кажется, 15 трупов сразу. 13 или 15. 15 там реанимации. Они сделали Патистане. Я так картину воображением своим разворачиваю. Ой-ой-ой. Это невозможно. Невозможно. А я из дома выходить не буду. Машина въедет в дом. В Барнауле на развороте с этой, какая-то там, северо-западная. Чего он разогнал-то? А напротив деревянный дом. Он перескочил полностью улицу, которая там, не знаю, красноармейская какая-то. И прямо ударил в дом. Они обедали. И прямо в дом трамвай въехал. Прямо в дом. Но они быстренько там как-то это всё разобрали, отремонтировали, сделали. Но никто не погиб. Поэтому спасти себя никак невозможно. Только с Богом. Мы туда едем. Перегруз будем. Заранее начинаем молиться. Молиться. Потому что мы в такой ситуации находимся перед Богом. Я сегодня считал по Библии, когда, может быть, Бог даст, прочитаю. Вторая Маковейская, шестая глава. Седьмая мать Маковейская, которая сыновей мучает, убивает. А это прелюдия к этому была. Как старец один готовился на смерть. И ему предлагали, только там мясо положи на жертвенника. Он всё это рассказывает. Шестая глава, запомните. Святая Библия. Неканоническая книга. Вторая Маковейская, шестая глава. И вот теперь мы затронули наш лагерь. Вчера мы читали вот эту газету. Вот, посмотри. Видно, нет? Московский комсомоль. Стоился по 18 февраля 2009 года. Какие-то буквы. П, П, Е. То ли русские, то ли нет. Или понимать надо по этому. Вот здесь говорится. Я эту статью-то прочитал. Отметил всё. Это потенциально мои клиенты. Теперь я на это буду опираться. То, что мы делаем, этот, как называем, музей, они ещё не понимают, что такое. То есть, теоретически, моими клиентами могут быть от 100 тысяч до 5 миллионов, которые нуждаются в этом. Которые беспризорные дети. Которые ничьи дети. И государство ими не занимается. Я берусь за это дело. Я буду им подтыкать теперь это. Да вы где разве потянете? Конечно, нет. Ну, 45 лет, это не 2 года. На одного человека, тысячи детей, это не 2 человека. Я могу показать и сказать. Вот решение. Вы называете проблема. Поганое слово. Я называю нерешённый вопрос. Это слово заменяется. И как это сделать, я вам говорю конкретно. Не рубля. Вы разворовали страну. Дети наши. Почему мы должны пожертвовать ими? Я этой идеей сейчас живу. Как мне туда пробиться, к этим, которые ничего не смысят? Они понимают, горшки там старые, где-то раскопали, артефакты там разные. Зачем? То, что я говорю, это будущее. Будущее страны. Это не 2, не 3 человека. Притом денег нет. На все денег нет. Какие деньги-то разворовали? Они лопаются. Кто богаче? Как об этом Гусинский говорил, Березовский. Это евреи все показывают. На еврейском языке пильм поставленный. И конвейер идет, и там попадают золотые монеты, и они их обхочут. Семи банкирщины, не семи врачи, а семи банкирщины. Ельсинов они руководят, а там он придурок пьяный там вытворяет. Бесноватый. И тогда, говорит, мы стали, говорит, уже завладели миллиардами, стали соревноваться. Кто еще больше приобретет? То есть в этом остановке нет. И он за тобой говорит, если не менее твое, допустим, миллион, ты удвоил, то тебе уже внутри огонь горит. Удвоить удвоенное. Удвоенное еще раз удвоить. И до тех пор, пока смерть не положит конец этому безумному занятию, и с тобой ничего не пойдет. Даже одной полторашки воды не возьмешь. На пальцы воды еще и принеси, и прохлади язык. Язык сухой. Слово сказать, сухой. Усыня там на Бибии. Я вчера снова посмотрел, как он делает, идет там змею, убивает, живет, живет, живем ее. Голову только отсек, и вместе со шкуркой он ее живет, живет. А змея вот такая, вот такой толщины, и потом он как печет. Это попутно сказать, мы в этом нуждаемся. Вот эта газета для меня как мандат. Мне нужно пробиться будет там, пока они меня не задавили. И показать, можно начинать, были бы волонтеры, были люди верующие в Бога. Так они дети порченные, дети там изнасилованные, там все же с ними что делают. Там минимум 150 тысяч девочек и прочих пострадали. Депутаты в этом участвуют. А я и не беру, я не ангел сам. Я могу показать, как работать. Кто? Люди должны быть глубоко, искренне верующие во Христа. Православные, конечно. А если будут на это дело идти мусульмане, я могу подсказать, как это делать. Но это отдельно. Отдельно. Имеющий страх Божий. Вот что я вам хотел сегодня сказать. А для чего? Чтобы вы молились об этом, помогли мне. Мне нужно пробиться, сломать стереотип мышления. Потому что у нас как бы музей. Я теперь показываю, на бумажке я все выписал сегодня. Я вас немножко еще задержу. Вот. А на бумажке вот я что выписал. В первую очередь меня будут спрашивать. Что тут такое надо-то. Как набор делать людей? Лето наступило, а как обо мне узнать, что у меня есть лагерь? Такие лагеря строить. Как? У меня есть опыт. Как мы объявления давали. Как я просил бесплатно сделать. Я все, знаете, волка ноги кормит. Хорошие знакомые. Это надо заводить. Это главные редакторы. Так, ладно, опубликовали. Теперь мы идем, отпечатали тысячу объявлений. У меня должно быть братство. Поехали. Костя, Муха, сколько сделал. Потом пошли мы с Игорем Дагуном. Мы везде на заборы, везде на деревья. Пошли звонки. Я должен показать. Это надо все просмотреть. Подготовка. А о чем? Продумать все. Как сели и как приехали. А как ехать? А откуда транспорт детей везти? У меня были знакомые. Я иду в УВД края. Милиция. И с ними договаривались. И начальник УВД отпускает. Генерал отпускает автобус. И дает сопроводительную машину. Детей так вот. То есть здесь за этим стоит очень много достать. А предварительно тут выезжает команда, которая работает. Которая здесь чинит, убирает, что-то сажает. Мы должны показать. Они не знают еще это. Как вести занятия. Построить туалеты. Туалеты. Мы же в степи находимся. У нас 12 туалетов было построено только. Это 12 ям. 12 этих избушек. Сортиры. Без этого никуда нету. Как с детьми вести занятия. Дядя Вова уже подходит. Знает. Так. Как игры. Какие именно игры безгрешные. Не казаки-разбойники. Еще что. Какие фильмы. У нас фильмов около 250 было. Фильмы. Когда еще не диски были, а такие видео. Еще что. Как вести себя в непогоду. Как любить природу. Я им все рассказывал. О деревьях, о цветах, о растениях. Дальше сон. А кто вас охраняет? Все время мне ставили вопрос. Правильный вопрос. Никто не охраняет. В каждой келье один человек. Старший. С женщинами. С девочками женщин. Здесь мужчины. Свой горшок ночной. Говорит. Ночная ваза. Никому дверь не открывать. Ни под каким видом. Ну и конкретно показать. Что это такое. Какая охрана. Мы на Бога надеемся. Это не два года. 45 лет. У меня здесь когда к окрещению готовились. Были люди. Корреспонденты. Очень важные. РИА Новости. Это российское информационное агентство. И они говорят. Мы ночью вышли с этим корреспондентом. А я им отдельную келью дал. И здесь кто-то с фонариком ходил. Я допросил. Никого не было. А фонарик где? Да не один, говорит, фонарик. Там дальше где машины ставили. Там тоже ходил кто-то. Кто-то приезжал ночью. Ходил и как слепой он не мог. Как Ирина Волк. А слепой они не могли еще. Они не знали где женское, где мужское. И ничего не потерялось. И никто не выходил. А людей видели. Вот дальше. Как хранить продукт? У нас целый лабос. Как туда чтобы не попали мыши? Так, где доставать воду? У нас колодцев два. Один там около костра. Нами выкопаны. И второй здесь сделаны. Баня. Баня одна была у нас. У пруда спрятанная из земли. А одна здесь. Дальше стирка. Там я не знаю. Три или четыре у нас небольшие такие были. Стиральные машины. Вот. Ну дальше о подвалах я написал. Какая мера наказания за нарушение? Как купание? Никто не утонул. Какие предохранительные меры? Какие поплавки и прочее? Все это надо рассказать. Были кони. На конях катались. Дальше. Никакие рейдеры у нас ничего не отнимут. Вот. Огородик небольшой. Сад небольшой. Учил разбираться в птицах. Я один раз прочитаю. Чтобы это видели. Вот. Родители как-то приезжают. Где принять родителей? У меня комплекс. Родители и бабки могли жить здесь. Понимаешь сколько? Я сейчас все открываю. Что у нас было? Чего у них нету? На рыбалку. Уже ходили здесь. Специально купил несколько велосипедов. Дети катались. Один. Сам. На свои деньги. Пресса когда приезжает. Приходит. Ничего никогда не скрывали. Все абсолютно открыто. Для слова божьего не тут. Там они пишут об этом-то. Вот дети просятся пасти. Им нравится. Вы знаете. Дополнительным что-то дают. Дополнительные пряники. Да? Обеда. Воды. Ведут. Бывает дождь там похлеще. Это тоже важный момент. Дождь. Когда бывает мороз. Какая должна быть обувь. Где нужно сушить. Должен быть устав. Устав это главнейшее у нас. Входим в храм. Как? Во сколько? Так. Походили по ягодам. Уже знаете. Вот. Тут шалаши. Мы строили. Летели. Это как строить. Из чего? Так. Обслуга. Где набрать? Когда знают это. Находятся волонтеры. В разных местах. Дисциплина. Все показано здесь. Так. Кутевки. Что в путевке написать? И оборона от власти. Мы делаем такое важное дело. С детьми вожусь. Власти нападают. 15 краевых комиссий. В один год. Восьмой. А комиссия. Это не на всяких машинах. Начальники. Краевая администрация. Милиция. Это она называлась. Пожарные. Даже КГБ. Как отбить от этого? Вон там видно где шалашина стоит. Я задержал вас. Но хочу показать. Вот эта статья меня тронула. Это то, что показать теперь. Вы не можете разобраться с детьми. У вас даже программы никакой нет. Даже врете в 50 раз. То 117 беспризорников. То 5 миллионов. Да кто? Без Божьего. У меня все. Благодарю за внимание. Помогите мне молитвой. Мы вышли на убежь. Чтобы Господь качнул в эту сторону. Это не просто музей. Показать. Живем. Там ничего воровать нет. А они дозаботятся о горшках битых. Топор какой-то отжавый нашли. Нам ничего не надо. Нам нужно все целое. И показать как работать за детей. А эти то. Все музеи уничтожены. Ничего не изменится. Ну. Нашли один листик Пушкина. Как он сидел. Щеркал там. Свою нотарию нарисовал. Еще из этого. Да еще черта с рогами нарисовал. Зачем? У нас одна была здесь девочка. И она во время богослужения баловалась. Баба Серафима наклоняется. Она на это платье наступила. Чтобы она не могла встать. Представь себе сзади. Я спрашиваю. Зачем ты там делала? А я говорю. Не сама. А кто? А тут другой говорит. Он мне подсказывает. Ты это сделай. В храме. Я говорю. А как он выглядит? Ее бабка тут была. Мы дали бумагу. Она нарисовала черта. Я говорю. А как глаза? Глаз не видела. В церкви. Он ей говорит. Сделай то-то. И она не может еще сделать. На одну девочку там. Что-то разобиделось. Она взяла и нашла обувь. И в крапиву запулила. А зачем сделала? А чтобы она искала. Да как она била обувь. Не знаю. То есть она на таком уровне. Но уже все делает. Испытание. Никогда не называйте по мере никого. А сколько лет этой девочке было? Что это она? Сколько лет девочке было? Ну наверное уже четыре. Четыре. Большая довольно. Большая. И она не просто бросила в крапиву. А где трудно проходить. Она прошла. И где была русская печь. И туда запулила за русскую печь. И найти было нам самим. Но когда побеседовали. И она два рисунка сделала. Они у меня охранятся. Сделать такие рисунки. Человек если ничего не видел нельзя. А как глаза, рот говорит. А нет ничего. У него ровное место такое. То есть он скрылся. Вот это фатимская богоматерь. Которая являлась детка. Где у нее глаз не видел. И леса еще нет. Это дьявол. Сатана. Если такое случается. Как себя вести? Что делать? У нас опыт. Преогромнейший. И мы это можем сделать. Через то. Что люди узнают. И будут писать. Или говорить. И приезжать будут. Потенциально наших клиентов. От 100 тысяч до 5 миллионов. За стол. Давайте.